ВЕРМАХТ Слыхали, братцы? Уже и вермахт за хунту киевскую воевать будет. Вермахт и прочие придут им на помощь. И только мы было собрались вызывать к Михеевичу специально обученного доктора с санитарами. Сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли. Требует, примем. Как тут неожиданно и Соловьев порвался. Вот не случайно в Москве есть клиника неврозов имени Соловьева. Причем конкретно на Соловьева никакой лески не напасешься. То его разрывает от одного намека, что кое-кто лизун. Если вы лизите языки вашим лидерам, нельзя взять их туман. Шел он отсюда. Передачу бы смотрел, которая была в прошлой неделе. А вот тут Карасик пламенно негодует от музея колбасы в проклятой Гейропе. На территории бывшего нацистского концлагеря Бухенвальд собирается открыть музей колбасы. И ничего, что это пока бизнес-проект и не более того. Немецкая общественность в ужасе от такой бизнес-идеи. И здесь очень хочется уточнить. А вот цирк в концертном зале на Дубровке. Вас, патриотов, не смущает? Да-да, именно там, где теракт был. Нордост, помните? Цирк. Теперь, да, вы все правильно видите. Теперь в этом здании цирк, как в Мари. Или подумаешь, где лофт Порошцутин россиян убили. Нормально. Где там клоуны-веселье и кролики из шапки? Сейчас здесь цирк танцующих фонтанов. И заметьте, от такой жести у Соловьева вообще не горит. То ли дело музей колбасы, который существует-то только в виде бизнес-проекта, который не факт, что реализует. Собирается открыть музей колбасы. С другой стороны, цинизм у кремлевских пропагандистов, это если не семейное, то точно профессиональное. Чудаки так привыкли врать, что делают это по поводу и без. Юр, вы до сих пор, я считаю, что вы готовитесь к интервью. Вы падаете в моих глазах все ниже и ниже, понимаете? Вы плохо готовитесь. Вон, вы послушаете, какие очешуительные истории небезызвестные вам Киселев у Дудя мочил. Ваш племянник воевал в Донецкой Народной Республике. Ну, он сказал, что я русский, и я поеду поддерживать, поеду воевать. Вот все. Короче, прям вот вам готовая семейная драма. Об адство Даунтон по-россейски. Киселев так трогательно рассказывал о том, как родимый племяшк бросил проклятую Гейропу и сбежал от нищебродины Меркель к Пургину с Губаревым. У него погиб командир взвода, он взял, так сказать, на себя командование. Он вернулся совершенно оборванный, в каких-то зимой, в рабочей робе цвета хаки, там, старые дубленки с чужого плеча. Вдоволь навоевавшись с киевской хунтой, пацанчик решил податься в монахи. Как говорится, прячь пулемет, Гундяев зовет. Он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне. Вот. И потом поехал куда-то в Болгарию, оттуда, по монашеским делам. И болгары его арестовали. Вот. И отправили в Германию. И вот, когда идейные ватники Ваня и Наташа уже сглатывали слезы умиления, наступила трагическая развязка. По словам Киселева, мстительные гееропейцы поймали мальчика в рясе, но без трусиков, и закинули в каталажку. Он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье, да, там, терроризм. А в самой Германии, послушав очешуительную историю, слегка удивились, потому как племяш Киселева, судя по всему, посадили по некой менее романтичной статье, например, за незаконное хранение оружия. В министерстве юстиции не исключили, что Сергей Киселев может отбывать наказание, например, за хранение оружия. Но если рассказать правду, конечно, получится не так красиво. Как, впрочем, и некрасиво ответы Киселева на неудобные вопросы. Например, о размере пенсии. В 62 оформил пенсию себе. Какого она размера? Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький ч***, которому вы как-то раз рассказывали в вашей передаче. Или о росте цен в России. Я думаю, что это не, так сказать, драматичная проблема. И рост цен не драматичен сейчас. Не драматичен. Ну вот так они и живут. Оксакал кремлевской пропаганды никакой драмы не видит. А народ загибается. Я не вижу какой-то драмы здесь. Причем, если кто-то думает, что Киселев да Соловьев – это некие исключения, исправил, то сразу расслабьтесь. Зацените, как отжигала на этой неделе их сестричка по разуму. При Трампе не было ни одного вторжения, ни одной удачной цветной революции. Да что там, даже нормально ни одну свадьбу или трактора сбомбить не удалось. Кто не понял, поясним. Скрепная тетя духовно троллит американцев попаданием авиабомбы в свадебную церемонию. Даже нормально ни одну свадьбу или трактора сбомбить не удалось. Повторяем. Попросту потешается над страшной трагедией, которая по ошибке случилась в Йемене. В Йемене самолеты коалиции разбомбили свадьбу. 15 трупов, больше 25 раненых. Да это ж приокличный повод для юмора и подколов. Ракеты попали по дому одного из племенных вождей Хуситов, где в это время проходила свадьба. Поэтому, слушая вот такое от упоротой Прохоровой... При Трампе не было ни одного вторжения, ни одной удачной цветной революции. Да что там, даже нормально ни одну свадьбу или трактора сбомбить не удалось. Очень хочется у юмористки с ТВЦ кое-что уточнить. Ань, а две сотни вагнеровцев в Сирии не считается? Это уж как раз при Трампе случилось. Сообщение о смерти сотен россиян в сирийской провинции ДРС Зор. В Кремле и Госдуме призывают не сгущать краски и не видят повода для национального траура. Ну что, ТВЦ, будете на этот счет Петросянь? Шутечки будут? И что-то нам подсказывает, что нет. Да и вообще, свои косяки вспоминать это не патриотично и не духовно. А поэтому что? Верно, воспитывать патриотизм нужно с детства. Почувствовать себя Петровым и Башировым проще простого. В России выпустили настольную игру под названием «Наши в Солсбери». Ну что, детишки, признавайтесь, счастливы? Да о такой крутой настольной игре и мечтать раньше было нельзя. Играть только парами и в финале пройти от кремлевских башен до британских шпилей. Патриотизм и сексуальное воспитание в одной коробке. Ну а шо? Бросаешь кубики, двигаешь картонных Петрова и Баширова, а потом такой «Мам, мама, а что такое шпиль?» Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Вот в чем осталась самая малость – заручиться поддержкой Мизулиной. У нас россияне, они же за это. Мы же вообще-то общественный запрос озвучиваем. Правда, у последней, как у одного рожебородого любителя установить камеры в школьных туалетах, появилась новая сверхзадача. Камеру, значит, доступ, чтобы они не были видны, чтобы не было какой-то дискуссии большой. То есть, чтобы дети вообще об этом и не знали? Гинеколог с гаечным ключом. Теперь всем врачам во время приема стоит ждать непримиримого Милонова с проверкой. Потому что это *** дьявола. А как иначе? Ведь в самой скрепной стране простой сантехник, освоивший фотошоп, запросто устроился в больницу гинекологом. Он приходил в больницу, переодевался в белый халат и спокойно приглашал пациенток на осмотр. Так, девочки, проходим на осмотр, а вы, бабушка, в соседний кабинет идите. Лжемедик так уверенно себя вел, что подмену заметили только спустя несколько дней. Вот где скрепа и духовность. А уровень медицины просто поражает воображение. Надо бы на Милонову срочно и себе диплом гинеколога рисовать. Не-не-не, вы не подумайте ничего плохого. Вовсе никакой он не извращенец. Напротив, герой-подпольщик. Внимание к телесному низу на сегодняшний день в России потрясает воображение. Вот если бы я живу в городе Питере, я бы детей на улице без присмотра не выпускал. Потому что там есть некто Милонов, которого очень беспокоят все эти моменты. На гинекологе-самозванце это только начало. Есть в России и другие враги народа. Вон, глядите, братцы, какого рецидивиста в шапке поймали. Я не рубил, я собирал. Как думаете, Караськи, что этот бандитище натворил? Может, взятки брал? Или наркотой торговал? Или, не переведи господь, убил кого? Эй, братцы, на самом деле преступление, которое он совершил, еще страшнее. Взятки – это чепуха. Подумаешь, коррупция. То ли дело собирать в лесу охапку дров. А, извините, валежника. Незаконная рубка. Я не рубил, я собирал. Сухостойные древесины. Я не рубил, я собирал. Собирались, так я кражу. А вы говорите, Госдума зря деньги проедает. Закон про валежника – это же просто золотое дно. Но, ежели в каждой деревне вот с такого олигарха по косарику штрафы собирать, того, глядя, Медведеву не так стыдно по регионам ездить будет? Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения. А чтоб простые россияне вдруг не заподозрили, как лихо раздевают их родимые, импортозамещенные чиновники. По телевизору поток маразма не останавливают ни на минуту. За время интервью могущественный иранский пророк несколько раз уйдет в себя. И каждый раз, возвращаясь в сознание, он будет шокировать нас подробностями того, что увидел в будущем. Да и правда, зачем проблемы простых россиян обсуждать, когда иранский отшельник вон и про Хохлов, и про Венесуэлу все знает? К пороховой бочке на Украине предвыборный огонь еще только подбирается, а в Венесуэле уже рвануло. Причем, чтобы вы понимали, отшельник этот серьезнее некуда. Всем отшельникам отшельник. Живет соколик вдали от цивилизации и без интернета. Попасть к нему почти невозможно. Отшельник живет вдали от цивилизации, без интернета, в труднодоступном горном районе Ирана. Ну а поскольку федеральные каналы никогда не врут, то у отшельника, живущего вдали от мира и без благ цивилизации, прям в кадре лежит смартфон. С которого он, ну как и положено настоящему отшельнику, без интернета. Отшельник живет вдали от цивилизации, без интернета. Конечно же, никогда не заходит на свой официальный сайт. Ну да, у каждого отшельника есть официальный сайт. Им, отшельникам, без этого никак нельзя. Причем, чтобы вы понимали, у сайта даже есть русскоязычная версия. А тогда никакого обмана. Тем более, что он почти словами Бабы Ванги вещает. Россия станет очень сильной державой. Самой сильной в мире. Уже перед самой смертью тяжелобольная Ванга сделала последнее пророчество для нашей страны. Россия вновь станет великой империей. А Баба Ванга в России – это всем авторитетам авторитет. Старушка уже больше 20 лет как крякнула, а НТВ снова за свое. Старый фейк по трубам гоняет. Слепая болгарская ясновидящая еще полвека назад знала все, что ждет Украину. Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик. Ну да, будет тьма, будет кролик. И ничего, что российский блогер давным-давно сознался, что лично выдумал эти строки. Позже выяснилось, что предсказание шутки ради выдумал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Я практически сразу сказал, что это шутка. Не, ну фейк-то красивый. А народ российский, он всеядный, так что запросто еще лет пять можно по ушам кататься. Вижу мертвых, вижу катастрофы. Иногда их так много, и они так быстро двигаются, что я не успеваю рассказывать. Ну а ежели этого кому-то покажется мало, то завсегда можно за царя порадоваться. Ведь пока забугорное руководство клювом щелкает Путина вон, сразу шесть ведьм поддержала. Потомственная ведьма и основательница империи сильнейших ведьм Алена Полынь проводит круг силы в поддержку Владимира Путина. В стране, сами знаете, обстановка достаточно тяжелая, и мы хотим поддержать нашего президента теми силами, которыми мы владеем. Топереча Западу точно крышка, тем более, что гороскоп не сулит Трампу ничего хорошего. Усиливается элемент воды, а смешиваясь с землей, она дает грязь, в которую тот может упасть. Ну а если серьезно, то очень хотелось бы, чтобы хотя бы часть россиян поняла, зачем их заваливают этими горами отборного маразма. Ведь согласитесь, куда проще загрузить человека колбасой из Бухенвальда злыми хохлами или ряженым фриком из Ирана, чем объяснить, почему в типа сверхдержаве проходимцы идут в гинекологи, людей штрафуют за сухие палки, а детям предлагают играть в игру, которая где угодно в мире считалась бы национальным позором. Редактор субтитров А.Семкин